Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия. Я рада видеть вас в музее Тульской древности. Сегодня мы с вами будем делать куклу на ложке. А чтобы посмотреть, как будет выглядеть эта кукла, вам придется досмотреть видео до конца. Для того, чтобы нам сделать эту куклу, нам нужна ложка деревянная, нам нужен треугольный кусочек ткани. Это будет платок. У меня, я так думаю, что сторона платка где-то 20 сантиметров. Нам нужен будет небольшой кусочек ткани цветной на юбку. Размер этого кусочка зависит от величины ложки. Может быть, у вас ложка будет другая, может быть, она будет больше. Вам нужно будет померить от окончания самой чаши ложки длину ручки. И чуть-чуть прибавить, чтобы мы будем сделать юбку выворотным способом. Мы ее будем подворачивать. Таким образом, вот где-то сантиметра два оставить на подворот. Так, прямоугольник еще вам нужен будет где-то сантиметров 20 на где-то 10, может быть, 5 сантиметров. Для того, чтобы сделать грудь нашей куклы. И, конечно, квадрат. Квадрат можно взять тоже побольше, белой ткани или, как у меня, домотканной такой, вот хбшной ткани. Для того, чтобы сделать голову, лицо нашей куклы. Также понадобится немного синтепон или вата, и нитки, и, конечно, ножницы. Кукла у нас игровая. Такую куклу делали чаще всего родители для детей после того, как они поедят. Ложку чисто мыли и не убирали, а делали из нее куклу. Во многих источниках говорится о том, что мама после обеда в доме ребенку делала эту куклу, доставала из сундука кусочки ткани и делала. А вот мне почему-то кажется, что в доме было и так достаточно игрушек, потому что куватки, разные погремушки, сделанные своими руками, висели всегда над люлечкой ребенка, и он мог в любой момент поиграть. А вот когда мать шла в поле, а в поле, когда шла уборка хлеба, она проводила практически весь день, а иногда и несколько дней. Вот брали все самое необходимое, и вот, конечно, тогда никаких погремушек или кувадок не брали. Делали, конечно, кукол по косниц, но, тем не менее, не могли сделать и вот такую куклу. То есть это как бы такой, ну, на мой взгляд, опять же, я подчеркиваю, что это мой взгляд, делали вот такую походную куклу. То есть ложкой поели, и тут же из ложки, для того, чтобы не брать никакого дополнительного утяжа, сделали вот такую куклу. Ну, а мы начнем с вами делать. Вот мы берем кусочек синтепона или вата, для того, чтобы сформировать нам голову. Да, то есть вы тоже смотрите, чтобы она достаточно была такой объемной, вкладываем ее в чашу нашей ложки. Затем накрываем ее вот этим квадратом ткани белой. Выправляем, выпрямляем, выправляем, все складочки расправляем и завязываем. Даже можно чуть побольше, так, вот таким образом. Да, это будет, собственно, там, где у нас ложка, это будет лицо нашей куклы, а там, где у нас синтепон или вата, это будет обратная сторона. Да, то есть вот лицо как раз у нас должно быть, должно иметь поменьше морщин, Соответственно, поменьше складочек разных, мы выправляем, выпрямляем, все у нас уходит назад и внизу завязываем. Кукла игровая, поэтому могли использовать нитки любые, которые были под рукой. Но мне как-то больше нравится работать с красными, поэтому я все-таки делаю красными нитками. Да, вот таким образом получается, мы выравниваем, опять же, выправляем и еще раз подтягиваем все лишние складочки, все неровности наши. То, что те части, которые не вошли, тоже вытягиваем. У нас получилось вот такое ровненькое личико. Затем нам надо сделать юбку. Мы надеваем сразу куклу нашу в юбку. Юбку, как я уже сказала, выворотным делаем способом. Каким образом? Кладем куклу лицом вверх, берем ткань и лицевой стороной ткани накладываем на верхнюю часть. Куклу на лицевую сторону куклы. То есть, вот таким образом, чтобы край нашей ткани соприкасался, был чуть ниже, скажем так, шеи куклы. То есть, чтобы мы могли прихватить. Вот таким образом. Сзади просто соединяем кусочки ткани. Вот таким способом. Так, как бы накладываем вот эти края друг на друга. И завязываем. Таким образом, когда мы вывернем куклу, вот выворотный способ, вывернем юбку, то получится она у нас с лицевой стороной. Поднимаем. И завязываем. Здесь можно узелки делать спереди и сзади, как удобно, потому что, когда юбка опустится, никаких узелков и завязочек видно не будет с лицевой стороны. Все лишние нитки мы отрезаем. И вот выпрямляем юбочку нашей куклы. Как правило, кукла обязательно имела принадлежности пола. И, конечно, у женщины это прежде всего грудь. Да, вот соединили немножко ткани. Поэтому вот из этого прямоугольника делаем грудь. Берем кусочек синтепона, выравниваем его. Грудь, кстати говоря, должна быть не очень большая. То есть она должна быть, но тем не менее не очень выжирана. И заворачиваем прямоугольничком таким образом. И накладываем спереди на нашу куклу. Вот во многих, в мастер-классах указывается, что просто можно завязать. Я думаю, что, конечно, в древности так и делали. Просто завязывали сзади. Но чтобы у нас кукла получилась более красивая, мы можем с вами вот таким образом свернуть лишнее. Как бы обернуть даже вокруг ложки практически нашу грудь. Таким образом. И лишние края, лишнюю ткань подвернуть. Теперь вообще кукла достаточно простая. И вот она уже у нас с вами практически готова. Теперь отматываем подлиннее нитку. Потому что мы с вами ее закреплять будем грудь нашу крестом. Значит, мы с вами делаем так. Через одно плечо. Через другое. Через одно плечо. Через шею. И через другое плечо. И сзади завязываем. Почему мне кажется, что это походный вариант? Потому что сделать такую куклу несложно. Всегда брали с собой какие-то платки, какие-то тряпочки для того, чтобы даже просто смыкнуть состава. И даже вот этими платками, которые мама могла старшая сестра снять с головы, можно было сделать тоже похожую куклу. Вот таким образом у нас получается. А затем, когда кукла с ребенок уже, например, заснул или поиграл с куклой, да, какое-то время, пришло время обеда, можно было эту куклу разобрать и сделать. И опять же будет ложка с собой. А теперь повязываем платочек. Немножко подворачиваем треугольник наш. Как говорят дети, завязываем, как у бабушки. То есть завязываем спереди. И сзади вот вся вот эта вот красивость наша, она убирается под платочком. То есть игрушка очень простая, очень быстрая кукла. Выглядит она вот так. Есть более поздние варианты, то есть это более такой архаичный, скажем так, да, более, я бы сказала, этнографический вариант куклы. Скорее всего, она так и выглядела. Вместо синтепона, то, что мы брали, да, для груди, для головы, можно было взять траву, можно было взять любое куделье, я не знаю, солому, да, то, что было практически под рукой, и просто сделать голову более, голову и грудь более объемными. Можно было даже просто сложить тряпочки таким образом. Есть вариант более поздний, он с руками, то есть когда вы завязываете, грудь вы так не привязываете, да, когда вы завязываете, вот прежде чем завязывать юбочку, вы делаете из двух прямоугольных кусочков ткани ручки. Сначала привязываете ручки, потом сверху ручки поднимаете, привязываете юбочку, и получается кукла тоже на ложке, но с руками и с юбкой. Но я повторюсь, что это более поздний вариант, возможно, даже совсем современный, уже сделанный современными мастерицами. Но такой вариант более древний и, на мой взгляд, более приятный, более интересный. Спасибо вам большое за внимание, кукла наша готова, и я жду вас в следующую пятницу в музее Тульской древности. До свидания.